В минувшую субботу на стадионе Автокран ивановские рогбисты принимали гостей из Владимира. Команды давно знакомые, играют с 2012 года по несколько игр в каждом сезоне. Чтобы взять верх над соперником, белым акулам приходится постоянно менять тактику игры и удивлять новыми приемами. Мы уже встречаемся, уже на протяжении 7 лет играем, то есть, поэтому, бывало, что нас они выигрывали, бывало, что чаще, мы, конечно, команда белого акула выигрывает, вот, поэтому, интересно, дружим, играем и за них, и за них играем, они за нас играют, поддерживают игроками со своей командой, то есть, поэтому, у нас дружеские отношения, и команда хорошая, сильно, поэтому, интересно, встреча проходит. В этом сезоне акулы играют уже второй матч в рамках чемпионата России среди любительских команд. Спортсмены из Владимира, соперник принципиальный, если не считать первой встречи, которая прошла в ничью, ивановцы постоянно обыгрывали Львов вплоть до 2015 года. Тогда владимирцы переломили уже привычную ситуацию и одержали первую победу. Сейчас команды играют практически на равных. Попытались мы на тренировках внести кое-что новое к нам в игру, надеюсь, соперникам удивим. Основные плюсы наши – это игра защитников, игра веера. Будем пытаться работать через веер, заносить, обыгрывать, заносить попытки. В этом году в турнире участвует клуб из Нижнего Новгорода. Команда на порядок сильнее. Последняя игра с ними закончилась со счетом 78-0, не в пользу ивановских акул. Тем не менее, наши ребята борются за второе-третье место и не собираются уступать победу Владимирским Львам. К сожалению, эту игру хозяева поля уступили. Со счетом 10-13 владимирские львы одержали победу. Но это еще не означает, что в турнирной таблице акулы не смогут занять призовые места. Впереди у ивановских рогбистов еще несколько встреч в рамках чемпионата России. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.